Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на этом важном мероприятии, хоть оно и проходит в таком дистанционном формате. Рад приветствовать профессора Коджи Хачигава, моего сопредседателя. Наверное, он нам тоже слово какое-то вступительное скажет. Нам предстоит сегодня с вами присутствовать на научном симпозиуме «Терапия хронической сердечной недостаточности 2021 год. Симбиоз лекарственных препаратов и имплантируемых устройств». Коджи, вы скажете нам что-то? Добрый день. Да, и большое спасибо за приглашение на вашу конференцию. Я надеюсь, что мы сможем своей работой сделать небольшой вклад в развитие современной кардиологической науки. И я очень рад участвовать в этом симпозиуме. Спасибо огромное. Ну и давайте приступим к работе. Первый доклад Коджи Хачигава. Новые направления фармакотерапии хронической сердечной недостаточности с охранной функцией фракции выброса. Пожалуйста. Большое спасибо за приглашение на семинар в Самаре. Меня зовут Коджи Хачигава из Киото, Япония. Тема моего сегодняшнего доклада – новое направление фармакотерапии сердечной недостаточности с охранной фракцией выброса, ингибиторы рецепторов ангиотензина-непрелизина, ингибиторы натриезависимого переносчика глюкозы второго типа и не только. У меня отсутствует необходимая к раскрытию информация. Как вы знаете, сердечная недостаточность разделяется на два типа. Первый из них – это сердечная недостаточность с уменьшенной фракцией выброса, и, как правило, фракция выброса составляет менее 40%. Второй тип – это сердечная недостаточность с охраненной фракцией выброса, когда фракция выброса составляет более 50%. Здесь представлены электрокартиографические индексы диастолической функции левого желудочка. И вы видите, что отношение Е и Е' является репрезентативным коэффициентом диастолической функции, которая с возрастом растет как у мужчин, так и у женщин. Это указывает на то, что нарушение диастолической функции связано с возрастом. Здесь представлено сравнение пациентов с двумя типами сердечной недостаточности. Как правило, пациенты со вторым типом старше, они чаще демонстрируют гипертонию, чаще являются женщинами. Они чаще связаны с фибрилляцией предсердий, хронической обструктивной болезнью легких и анемией. Здесь представлены три клинических исследования, которые демонстрируют положительный эффект антагонистов рецепторов минеральных кортикоидов при сердечной недостаточности с сохранной фракцией. Во всех исследованиях применение АРМК способствует снижению тяжести заболевания и смертности в разных случаях сердечной недостаточности с сохранной фракцией. Здесь представлены новые рекомендации по лечению сердечной недостаточности с сохранной фракцией при помощи препарата АРМИ. Это молекулярная комбинация вассалторана и сакубитрила. Исследование парадигмы HF подтвердило снижение смертности. АРМИ – это молекулярный комплекс АРБ, то есть блокатора рецептора ангиотензина, и НЭП – ингибиторонеприлезина. Препарат является сосудорасширяющим и диоретическим препаратом, который способствует выработке натриоретических пептидов. Препарат используется для достижения основных целей терапии, а именно снижения смертности и уровня госпитализации в результате сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижения смертности от любой причины. Проводилось его сравнение с иналоприлом, также ингибитором, который является препаратом первого выбора при лечении сердечной недостаточности с уменьшенной фракцией выброса. На данном слайде представлены результаты исследования ДАПА-ХФ, в котором рассматривались ингибиторы натриезависимого переносчика глюкозы второго типа при лечении сердечной недостаточности с уменьшенной фракцией выброса. Оно было опубликовано два года назад. Протокол включает пациентов с сердечной недостаточностью первого типа с фракцией выброса ниже 40%, принимавших ингибитор допоглифазин, а также препараты, предназначенные для пациентов с диабетом, хотя в исследовании участвовали как пациенты с диабетом, так и без него. Основными конечными точками являлись сердечно-сосудистая смерть или ухудшение сердечной недостаточности. Результатами исследования стало снижение основных исходов заболеваний на 26% и снижение общей смертности на 17%. Гипогликемия в группах допоглифразина и плацебо наблюдалась на примерно одинаковых уровнях. Ингибиторы НПГ-2 в настоящее время признаются в качестве диуретических препаратов, которые обеспечивают защиту как сердца, так и почек. Итак, фармакотерапия систолической сердечной недостаточности первого типа. Всего два месяца назад были опубликованы рекомендации Европейского общества кардиологов. Препаратами первого класса для лечения сердечной недостаточности первого типа были ингибиторы АПФ, Арни, бета-блокаторы, антагонисты алдостерона и ингибиторы НПГ-2. Все эти препараты были включены. Нам следует использовать эти препараты, если пациенту был поставлен диагноз сердечной недостаточности первого типа с фракцией выброса левого желудочка ниже 40%. В руководстве не говорится, в какой последовательности следует применять данные препараты. Однако все они признаны препаратами первого класса, первого выбора для пациентов с указанным состоянием. Фармакологическая стратегия в лечении сердечной недостаточности первого типа развивается за счет внедрения Арни, ингибиторов НПГ-2 в дополнение к ингибиторам АПФ, бета-блокаторам и антагонистам минералокортигоидных рецепторов. Но как же обстоят дела с лечением сердечной недостаточности второго типа, частота которой значительно возрастает в стареющем обществе? Два основных исследования по блокаде ангиотензинов при сердечной недостаточности второго типа не продемонстрировали значительного эффекта от применения блокаторов кандинсартана и перендаприла в качестве ингибитора. Оба препарата не привели к снижению тяжести заболевания или смертности у пациентов с сердечной недостаточностью второго типа. На этом слайде представлено исследование ТОПКЭТ. Пациенты с сердечной недостаточностью второго типа и в фракции выброса левого желудочка свыше 45% были разделены на группу плацебо и группу спиронолактона. Спиронолактон не оказал существенного влияния на основные исходы. А именно на смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализацию по поводу сердечной недостаточности и остановку сердца. Результат отрицательный. Но субанализ показывает, что спиронолактон значительно снизил частоту госпитализации по поводу сердечной недостаточности. И можно говорить о частично положительном результате, о том, что антагонисты действительно имеют положительное действие. Теперь о препарате Арни. Это волосартан и сакубитрил. В исследовании парадигмы HF на пациентах с сердечной недостаточностью первого типа Арни показал эффективность в снижении смертности и госпитализации. Но как же будут обстоять дела с пациентами с сердечной недостаточностью второго типа? Исследование Paragon HF было представлено 2 года назад. В нем рассматривался волосартан в сравнении с препаратом ЛЦЗ-696, то есть Арни, для пациентов сердечной недостаточности второго типа и фрукции выброса левого желудочка более 45%. Остальными исходами была смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, госпитализация по поводу сердечной недостаточности. После рандомизации период контроля составил более 2 лет. Результаты показали, что препарат волосартанца Кубитрил, то есть Арни, не показал значительного уменьшения конечных точек, то есть смерти и госпитализации, у пациентов с сердечной недостаточностью второго типа. То есть всего на 13% и П-величина составила 0,59. Но анализ под групп показывает иное. У пациентов с фракции выброса левого желудочка менее 57%, снижение составило 22%, что значительно. Но у пациентов с фракцией выброса более 57% улучшения не наблюдалось. У пациентов женского пола снижение основных исходов отмечалось в 27% случаев, что тоже значительно. Но у пациентов мужского пола улучшения не наблюдалось. Мы продолжаем обсуждать анализ под групп. Если пациенты получали антагонисты минералокортикоидных рецепторов, наблюдалось улучшение в 27% случаев, что существенно. Но в отсутствие приема антагонистов улучшения не наблюдалось. У пациентов с расчетной скоростью клубочковой фильтрации ниже 60 мл в минуту наблюдалось улучшение в 21% случаев, что опять же существенно. Но при более высокой скорости фильтрации улучшения не наблюдалось. Возможно, что препарат Арни обладает положительным воздействием, во-первых, в сочетании с антагонистами МКР. И во-вторых, если он применяется пациентами с хроническим заболеванием почек. Несколько слов о нежелательных побочных эффектах. Наблюдается повышение сывороточного креатинина ниже в группе Арни, чем в группе Валатасарана, причем существенное. А также повышение сывороточного калия. И опять же, в группе Арни это было ниже, чем в группе Валатасарана. Возможно, препарат Арни обладает более высоким протекторным воздействием на почки, чем в Валатасаран. Итак, сакубитрил Валатасаран, то есть Арни, для лечения пациентов с сердечно-недостаточной 2 типа, был исследован в проекте Парагон. И показал, что препарат Арни не приводил к значительному снижению основных конечных точек. То есть смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализации сердечной недостаточностью у пациентов с СН 2 типа. Арни значительно снизил основные конечные точки в подгруппе пациентов следующих категорий. Во-первых, фракция выброса левого желудочка ниже 57%. Во-вторых, пол женский. В-третьих, сопутствующий прием антагонистов МКР. И в-четвертых, хроническая болезнь почек со скоростью клубочковой фильтрации ниже 60 мл в минуту. В этих категориях препарат Арни показал значительные преимущества. Данное исследование было представлено всего 2 месяца назад. Это исследование называется Эмперорпризеров. И в нем рассматривается применение ингибиторов НПГ-2 для пациентов с СН 2 типа. Сравнивалась группа, принимавшая Эмпоглифразин, и группу плацебо. Среди пациентов были диабетики. Фракция выброса составляла свыше 40%. И основные конечные точки – это смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализация с сердечной недостаточностью. Основные результаты включают следующее. Эмпоглифразин снизил комбинированные конечные точки на 21%, что существенно. Эмпоглифразин снизил уровень госпитализации на 27%, что является хорошим результатом. Но при этом Эмпоглифразин не снизил общую смертность. Следовательно, общее снижение комбинированных конечных точек обусловлено в основном снижением уровня госпитализации. Итак, патофизиология, этиология и лечение сердечной недостаточности второго типа отличаются от таковых для СН первого типа. Нет явной пользы от ингибитора АПФ, блогаторов ангиотензина и бета-адреноблокаторов. Рекомендации предполагают, что контроль атериального давления, тщательное управление и удержание объема жидкости являются терапией первого выбора при СН второго типа. И в дополнение к настоящим рекомендациям, последние данные свидетельствуют о потенциальной пользе ингибиторов НПГ-2, а также о комбинированном использовании ARNI и антагонистов МКР. Что же говорит нам руководство Европейского общества кардиологов от 27 августа? К сожалению, следующее. На сегодняшний день не показано, что лечение убедительно снижает смертность и заболеваемость у пациентов с сердечной недостаточностью второго типа. Хотя улучшения были отмечены для некоторых специфических фенотипов пациентов в рамках общей когорты пациентов с этим состоянием. Рабочая группа признает, что варианты лечения СН второго типа пересматриваются по мере публикации этого руководства. Я отмечу, что результаты исследования Эмперор были опубликованы одновременно с публикацией рекомендаций и его выводы в рекомендации не включены. Рабочая группа также отметила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование сукобитрила, волосартана и спиронолактона у пациентов с фракцией выброса ниже нормы. Итак, вопрос фармакотерапии СН второго типа является открытым. Есть множество нерешенных проблем. И хотя результаты исследования Эмперор были в целом положительными, не было показано явной пользы препаратов для пациентов с нормальной фракцией выброса. И эмпоглифразин, и сукобитрил, волосартан были эффективны для пациентов с СН второго типа. Но эффективность проявилась только у пациентов с минимально сниженной фракцией выброса, но не у пациентов с нормальной фракцией выброса. Эмпоглифразин и сукобитрил, волосартан значительно снизили количество госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Но они не снизили сердечно-сосудистую или общую смертность при СН второго типа. Это может объясняться тем, что пациенты СН второго типа, как правило, старше и могут умереть и по другим причинам, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Данные препараты не обеспечили снижение смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний. Решение этой проблемы потребует дополнительного изучения. Все рекомендации основываются на двух главных положениях, датируемых еще 2013 годом. Контрол артериального давления, тщательное управление объемом жидкости при помощи диуретиков, лечение коронарных заболеваний сердца и контроль фибрилляции предсердий. Иными словами, это лечение осложнений, которые связываются с пожилыми пациентами с СН второго типа. Что же нам следует делать на основании имеющихся данных? Есть три ключевых положения. Контроль объема жидкости, контроль от коронарного давления. Эти два пункта уже обсуждались выше в рекомендациях. И в дополнение к ним я бы предложил защиту почек. Ингибиторы НПГ-2 отвечают этим требованиям при лечении сердечной недостаточности второго типа. Комбинированное использование арнии и антагонистов МКР также соответствует этим требованиям. Пациенты с сердечной недостаточностью второго типа, как правило, это пожилые люди, страдающие от гипертонии и хронической болезни почек. В настоящее время мы ожидаем результатов еще одного клинического исследования пациентов с СН второго типа. Оно называется Deliver. Которая будет представлена, скорее всего, в следующем году. А в настоящее время мы предложим данную стратегию, хотя она и нуждается в дальнейшей квалификации и доработке. Я благодарю вас за внимание. Мы будем очень рады увидеть вас и в Самаре, и, конечно же, в Киото, в Японии, в самом ближайшем будущем. Большое спасибо. Спасибо большое. Ну, я так понимаю, что вопросы мы ждем в чате от наших слушателей. Пока вопросов нету, мы, наверное, перейдем дальше. И следующее сообщение Марина Юрьевна Сергеева Кондраченко. Формируем событие. Ранняя профилактика кардиоринальных осложнений у коморбидных пациентов с сердечной недостаточностью. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать всех участников 10-й Всероссийской конференции «Противоречие современной кардиологии. Спорные, нерешенные вопросы». Тема моего выступления – форсируем события. Ранняя профилактика кардиоринальных осложнений у коморбидных пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Уважаемые коллеги, проблемы сердечной недостаточности – это серьезные и растущие проблемы общественного здравоохранения во всем мире. И количество пациентов с сердечной недостаточностью неуклонно нарастает год от года. И когда-то еще относительно недавно мы говорили о том, что частота встречаемости сердечной недостаточности – 1-2% в общей популяции. Но на сегодняшний день крупные генологические исследования, которые проведены на территории нашей страны, говорят нам о том, что частота встречаемости сердечной недостаточности в общей популяции – порядка 7%. Частота встречаемости клинически значимой сердечной недостаточности по данным все тех же генологических исследований составляет 4,5%. Несмотря на стабильную заболеваемость, распространенность сердечной недостаточности неуклонно растет. Еще раз хочу подчеркнуть, почему? Потому что это связано с остарением населения, это связано с повышенной распространенностью сопутствующих заболеваний при диагностике сердечной недостаточности. И, уважаемые коллеги, конечно, каждый из нас, кто ведет пациентов сердечной недостаточности, однозначно со мной согласится, что пациенты, которые к нам обращаются, имеющие сердечную недостаточность, это коморбидные пациенты, у многих из которых есть ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, нарушение разных видов обмена – липидного, углеводного, куриного обмена. И, конечно, очень много пациентов с ожирением, с преддиабетом и с сахарным диабетом, о чем я более подробно буду говорить в сегодняшнем своем выступлении. К сожалению, опять же, о чем нам говорят эпидемиологические данные? Одно дело, количество реальных пациентов с сердечной недостаточностью растет год от года, но проблема-то еще заключается в том, что, в общем, давно мы знаем, что такое сердечная недостаточность. Регулярно обновляются наши с вами, в том числе, отечественные клинические рекомендации. Но, уважаемые коллеги, 9 из 10 пациентов, несмотря на терапию, проводимую в соответствии с текущими стандартами, к сожалению, продолжают испытывать симптомы сердечной недостаточности. И, к сожалению, если, опять же, оценить, так вот, здраво, трезво клинические исходы, а что грозит пациентам с сердечной недостаточностью, в частности, с низкой фракцией выброса, когда фракция выброса менее 40? И смотрите, какие данные мы имеем по результатам множества наблюдений, множества не только эпидемиологических, но и ретроспективных анализов и клинических исследований. К сожалению, после госпитализации в стационар у 15% смерть в течение 6 месяцев после вытески, у 11% повторная госпитализация в течение 30 дней, у 27% повторная госпитализация в течение 6 месяцев и, к сожалению, 4% смерть в стационаре. К сожалению, опять же, уважаемые коллеги, клинические сходы, которые имеют наши с вами пациенты с сердечной недостаточностью, с низкой фракцией выброса, конечно, оставляют желать лучшего, и то, что мы имеем на сегодняшний день, это, как говорится, совсем не соответствует реалиям сегодняшнего дня, да, и вот эта ситуация, конечно, является недопустимой. Но что важно еще понимать, не только тот момент, что пациентов с сердечной недостаточностью много, да, и, конечно, одни пациенты более успешно лечатся, другие менее успешно. Важно помнить о том, что сердечная недостаточность влияет на качество жизни. COVID-19, да, с которым мы, к сожалению, пока идем рука об руку, снижает качество жизни, а если еще пациент имеет селены и хронически плохо коррегируемые, да, и некомпенсируемые заболевания, то бесспорно качество жизни снижается просто в разы. И сердечная недостаточность приводит к существенному снижению качества жизни, и об этом важно помнить. И опять же многочисленные опросы, что нам демонстрируют, что 66% испытывают проблемы с двигательной активностью, 68% опрошенных пациентов с сердечной недостаточностью сообщают о какой-либо боли или дискомфорте, 76% с трудом выполняют обычные действия, 24% испытывают трудности при самообслуживании и 50% жалуются на тревожность или депрессию. Поэтому потребность в ослаблении симптомов сердечной недостаточности, улучшении качества жизни, включая физическую активность, все эти потребности, к сожалению, продолжают оставаться нереализованными для пациентов с сердечной недостаточностью. И уважаемые коллеги, опять же говоря о коморбидности, важно подчеркивать, что одно дело грамотно и правильно лечить сердечную недостаточность, другое дело достигать целевых показателей, если пациент имеет все или иные коморбидные заболевания в состоянии. При артериальной гипертензии достигать целевых цифр по давлению. При наличии сахарного диабета контролировать гликемию, липиды, давление, опять же, не допускать набора веса пациентами с сахарным диабетом. И важно о чем помнить, что на сегодняшний день сахарный диабет это пандемия хронического неинфекционного заболевания. И при сахарном диабете нарушается работа не только, например, почек, нервная система дает сбои и проявляет себя периферической автономной нейропатии. Но, прежде всего, сахарный диабет, давно уже сказали кардиологи во всем мире, это эквивалент коронарной болезни сердца. Почему? Потому что у каждого первого пациента с диабетом, и даже это уже реализуется на стадии преддиабета, имеет место быть эндотелиальная дисфункция. И у многих пациентов очень рано страдает насосная функция сердца, которая приводит, опять же, рано к развитию сердечной недостаточности. Поэтому сахарный диабет это комплексное заболевание, при котором затрагиваются различные органы и системы. И, конечно, если перед нами пациент с сердечной недостаточностью с сахарным диабетом, мы должны его вести рука об руку с нашими коллегами-кардиологами, терапевтами и врачами общей практики. Важно помнить кардиологам, что сахарный диабет это значимый фактор риска развития сердечной недостаточности. Риск сердечной недостаточности увеличивается практически в 2,5 раза у мужчин и в 5 раз у женщин. Повышение гликированного гемоглобина у пациентов с диабетом всего лишь на 1% приводит к повышению на 12% риска сердечной недостаточности, особенно у пожилых пациентов с сахарным диабетом. Если проанализировать многочисленные рандомизированные клинические исследования, которые были посвящены актуализации, введению пациентов с сердечной недостаточности или опять же были посвящены тем или иным новым препаратам. Если проанализировать не только рандомизированные клинические плацебо-контролируемые международные, но и эпидемиологические исследования, которые были посвящены частоте встречаемости сердечной недостаточности, проводились не только в нашей стране, а в других европейских странах, Соединенных Штатах Америки. На что мы обращаем внимание? Что популяция пациентов с диабетом составляет 25%, а в некоторых исследованиях и 50, и 75, и более среди тех пациентов с сердечной недостаточностью, которые были включены в эти программы. И при наличии сердечной недостаточности у людей с сахарным диабетом смертность, к сожалению, увеличивается в 10 раз по сравнению с общей популяцией, а пятилетняя выживаемость составляет всего лишь 12,5%. И опять же, уважаемые коллеги, помня о коморбизмах у пациентов с сердечной недостаточностью, важно о чем помнить, что если обратиться к регистру больных с сахарным диабетом, к нашему с вами отечественному государственному регистру, то по данным за 2020 год, 26% с сахарным диабетом второго типа умирают от хронической сердечности. И не нужно недооценивать данную проблему, и важно о чем помнить, опять же, когда перед нами пациент даже пока еще не с диабетом, а с преддиабетом, что сердечная недостаточность – это одно из первых проявлений диабета, ассоциированных с сердечно-сосудистым заболеванием. И понятно, когда мы говорим о сердечной недостаточности с низкой фракцией выброса, да, она не сразу и не тут же, да, рука об руку идет с сахарным диабетом, но если мы говорим о сердечной недостаточности с сахарной фракцией выброса, конечно, она дебютирует очень рано. И как нам показывают крупные когортные исследования, одно из них демонстрируется на данном слайде, практически 2 миллиона человек с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так вот, заболевания периферических артерий и сердечная недостаточность оказались самыми распространенными первыми проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний, которые были ассоциированы с сахарным диабетом. Поэтому, уважаемые коллеги, кардиологи, терапевты, врачи общей практики, помните о том, что сердечная недостаточность остается недиагностированной, к сожалению, очень долго у пациентов с сахарным диабетом. И чаще всего она не диагностирована или хуже диагностируется у пожилых, у женщин, у пациентов с индексом массы тела 30 и более, у пациентов с одышкой, у пациентов с жалобами на усталость, у пациентов с артериальной гипертензией. Поэтому, конечно, наша с вами задача обратить на это внимание, и почему еще важно, да, на это обратить внимание, важно вовремя выявлять, важно, конечно, заниматься профилактикой, но если, к сожалению, по разным причинам, да, с профилактикой мы запоздали, важно вовремя поставить диагноз и назначить гранатную терапию, которая соответствует современным международным и отечественным рекомендациям. Так вот, риск развития сердечной недостаточности у пациентов с сахарным диабетом, вот эти данные, которые сейчас вы видите, очень наглядно, четко нам это демонстрируют, да, у пациентов с сахарным диабетом, заболеваемость, да, и частота встречаемости сердечной недостаточности в 2,5 раза выше, чем у недиабетиков. Причем, что мы отмечаем, конечно, чем старше человек, тем выше частота сердечной недостаточности, но если сравнивать пациентов с диабетом и без диабета, неважно какой возраст, частота встречаемости у диабетиков с сердечной недостаточности всегда гораздо выше, чем в отсутствии сахарного диабета. И еще вот такие очень данные, важные, уважаемые коллеги, и прошу вас обратить на них внимание, сахарный диабет еще раз хочу подчеркнуть, связан с менее благоприятным прогнозом у пациентов с сердечной недостаточностью, и кумулятивная частота возникновения клинической симптоматики, нежелательных сердечно-сосудистых исходов, в том числе сердечно-сосудистой смерти, либо увеличение госпитализации у пациентов с сердечной недостаточностью. Посмотрите, если нет диабета и низкая фракция выброса, то прогноз у диабетиков в такой же присохранной фракции выброса. А если перед нами пациент с диабетом, с сердечной недостаточностью, со сниженной фракцией выброса, то, к сожалению, кумулятивная частота, сердечно-сосудистых катастроф, а в частности сердечно-сосудистой смерти и госпитализации по поводу сердечной недостаточности мы видим, что в разы выше по сравнению с пациентами без диабета. Поэтому, уважаемые коллеги, обратите на это внимание, что сахарный диабет утяжеляет течение сердечной недостаточности и ассоциирован с более высокой сердечно-сосудистой смерти у этих пациентов. Конечно, обсуждая механизмы развития сердечной недостаточности, нам что важно понимать? Нам с вами важно понимать, какова специфика, например, развития сердечной недостаточности у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Конечно, уважаемые коллеги, сосудистый генез, наличие гипертензии, ожирения, центральный генез, неокардиальный генез. Важно об этом помнить и важно не забывать о диабетической кардиомиопатии, которая имеет место быть у наших с вами пациентов, конечно же, с сахарным диабетом. Какие задачи стоят перед врачом при лечении пациентов с ХСН? Опять же, независимо от коморбидности, нужно предотвратить развитие симптомов хронической сердечной недостаточности, нужно устранить эти симптомы, если они есть, нужно замедлить прогрессирование болезни путем защиты сердца и других органов мишени, улучшить качество жизни, уменьшить количество госпитализаций, улучшить прогноз. И, конечно же, уважаемые коллеги, назначая терапию, мы всегда должны понимать, именно что мы назначаем актуальную, современную терапию, которая признана международным сообществом. Так, 27 августа 2021 года были опубликованы новые рекомендации Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению острой хронической сердечной недостаточности. Не сомневаюсь, что многие присутствующие с этим документом знакомы. Разрешите я тезисно на отдельных ключевых моментах, которые касаются лечения пациенту с сердечной недостаточностью, остановлюсь. Что касается традиционных препаратов, которые нам известно давно, все четко, класс 1, уровень доказательности А представлены и отмечены в европейских рекомендациях. Но мне хотелось бы подчеркнуть место инновационного класса, который на сегодняшний день пришел в международные отечественные рекомендации по показанию сердечной недостаточности. И таким инновационным классом препаратов в плане использования данного класса у пациентов с сердечной недостаточностью является класс глифлозинов. И уважаемые коллеги-кардиологи, дафа глифлозин и эмфа глифлозин на сегодняшний день рекомендованы пациентам с сердечной недостаточностью, с низкой фракцией выброса для уменьшения риска госпитализации и смерти, подчеркиваю, независимо от наличия сахарного диабета. То есть на сегодняшний день в позиции международных клинических рекомендаций, дафа и эмфа мы можем назначать, и не просто можем, должны назначать в комплексной терапии пациентам с сердечной недостаточностью, еще раз подчеркну, независимо от наличия сахарного диабета. Что еще очень вот так вот важной красной строкой проходит через европейские клинические рекомендации 2021 года, что необходим ранний контрольный резид через одну-две недели после выписки для оценки признаков застоя, для оценки переносимости лекарств, для начала или тетракции терапии, основанной на доказательствах. Уважаемые коллеги, о чем нам говорят многочисленные эпидемиологические данные, которые, опять же, нам доступны в нашей стране, что да, мы, может быть, выявляемы неплохо, хотя с этим тоже есть проблема, но основная наша проблема, что мы назначим ту или иную терапию пациентам с сердечной недостаточностью, не дотитровываем дозы. У нас многие пациенты получают ингибиторы, бета-блокаторы, диуретики, да, но дозы, к сожалению, не оттитрованы, да, и пациентов, которые госпитализированы по поводу сердечной недостаточности, опять же, нам рекомендуют тщательно обследовать перед выпиской, чтобы исключить стойкие признаки застоя, чтобы оптимизировать именно пероральную терапию. И рекомендуется назначать именно пероральную терапию, основанную на доказательствах, и желательно сразу назначить оптимальные дозы. А если у нас нет возможности назначить оптимальные дозы перед выпиской, то значит мы должны, еще раз повторюсь, через одну-две недели пригласить пациента к себе, связаться с ним, да, и оптимизировать у него терапию. Вот об этом важно не забывать. Ну и, конечно, тот раздел европейских рекомендаций, который касается ассоциации сердечной недостаточности с сахарного диабета, уважаемые коллеги, ингибиторы ДПП-4 сакса глиптин не рекомендован пациентам с сердечной недостаточностью, об этом должны помнить уважаемые коллеги-эндокринологи. А вот такие глиплодины, как КАНА, ДАПА, ЭМПА, ЭРТУ, СОТА, рекомендованы пациентам с сахарным диабетом 2 типа и риском сердечно-сосудистых событий для уменьшения числа госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Но, уважаемые коллеги, не нужно, как говорится, путать одно с другим. КАНА, ДАПА, ЭМПА, ЭРТУ и СОТА, я уже сказала, для чего могут быть рекомендованы при ассоциации сердечной недостаточности с сахарного диабета. А такие глиплодины, как ДАПА, ЭМПА и СОТА, рекомендованы пациентам с сахарным диабетом 2 типа и сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса с целью уменьшения числа госпитализации по поводу сердечной недостаточности и сердечно-сосудистой смерти. Уважаемые коллеги, дабы вы не запутались, не хочу вас обидеть, еще раз подчеркну, людям с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса, независимо от наличия диабета, или мы можем сказать, а вот если без диабета, какие можно глиплодины? Только ДАПА и ЭМПА. Все другие можно, как отмечено на данном слайде, только для тех целей, которые обозначены и при наличии сахарного диабета. Ну и конечно ДАПА и ЭМПА, они у нас такие универсальные, их можно как при наличии диабета, так и без него. И особенно, еще раз подчеркну, без диабета для пациентов с сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса. Еще одно замечательное европейское руководство 2021 года по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в клинической практике. И здесь я еще раз, уважаемые коллеги, хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день, когда речь идет о ведении пациентов с сахарным диабетом, конечно, мы выбираем прежде всего два класса инновационных сахроснижающих препаратов. Это такие классы, как агонисты ГТП-1, ингибиторы натрия глюкозного котранспортера второго типа. Так вот, ингибиторы натрия глюкозного котранспортера второго типа именно нашли очень широкое применение у пациентов с сахарным диабетом и хронической сердечной недостаточностью. Класс 1, уровень А, вы видите. Поэтому каждый практикующий терапевт, врач общей практики, эндокринолог на сегодняшний день четко, я надеюсь, понимает, если подзабыл, то должен понимать, если мы хотим уменьшить риск развития сердечной недостаточности, если мы хотим замедлить прогрессирование сердечной недостаточности, если мы хотим уменьшить количество госпитализации по поводу сердечной недостаточности, и особенно это, конечно же, касается пациентов сердечной недостаточности, низкой фракции выброса, мы должны назначить гликозин. То же самое эндокринологам рекомендуют такое очень авторитетнейшее издание, как стандарты лечения А, Американской диабетической ассоциации. То есть выявили диабет, назначили базовый препарат Метформин, модификацию образа жизни, само собой, и рассмотреть важно, независимо от базового или целевого уровня гликированного или использования Метформина, при наличии сердечной недостаточности, в низкой фракции выброса глифлозины, которые доказали свои преимущества в этой популяции. И, конечно, в рекомендациях А до 2021 года ключевые позиции были за да по глифлозинам. Но на сегодняшний день, еще раз хочу подчеркнуть, другие глифлозины также накапливают доказательную базу и список глифлозинов, разрешенных пациентам с сахарным диабетом 2 типа и сердечной недостаточностью. Я вам уже демонстрировала это представлено в европейских рекомендациях. Ну и, конечно, уважаемые коллеги, мне важно помнить о чем и важно о чем не забывать, что наши с вами отечественные рекомендации по хронической сердечной недостаточности, актуальная версия от 2020 года, они также у нас написаны на основе вот той доказательной базы, которая была на тот момент. И пока в наших рекомендациях представлен только да по глифлозинам, как тот препарат, который можно использовать у пациентов с сердечной недостаточностью, независимо от наличия сахарного диабета. И вот в наших отечественных рекомендациях что отмечено? А если ХСН плюс диабет, тогда можно да по эмпо и камо. Уважаемые коллеги, конечно, не хочу как бы обидеть составителей данных клинических рекомендаций отечественных, но ничего не стоит на месте, все быстро меняется. И наши с вами, конечно, рекомендации 2020 года, если учитывать ту доказательную базу, которую мы имеем на сегодняшний день, уже свою актуальность потеряли, должны быть пересмотрены. И те позиции, которые отражены в европейских рекомендациях, должны, конечно же, быть представлены и в наших с вами отечественных клинических рекомендациях по диагностике, лечению и ведению пациентов с хронической сердечной недостаточностью. И, уважаемые коллеги, дабы кардиологи, терапевты, врачи общей практики все шире использовали вот такой класс препаратов, как глифлозины, и в частности те препараты, которые уже вошли в международные рекомендации, мне хотелось бы более подробно об этом классе поговорить и представить доказательную базу ДАПа глифлозина. Уважаемые коллеги, вообще не бойтесь назначать глифлозины пациентам с сердечной недостаточностью без диабета. Почему? Потому что, несмотря на то, что глифлозины – это прежде всего сахароснижающие препараты, они не ассоциированы с развитием гипогликемии. Ваши пациенты без диабета, которым вы назначили, вы назначите ту же самую фарсигу, не будут гиповать, потому что фарсига – не секрет огонь. Данный препарат не влияет на секрецию инсулина в бета-клетке, он не вызовет гипогликемию у пациентов именно сам по себе за счет своего механизма действия. В чем еще плюс данного препарата и вообще данного класса? Мы сразу назначаем полную дозу. Не нужно приглашать через какое-то время, чтобы дотетровывать, не нужно бояться, что пациент не дотетрован 10 мг один раз в сутки. 5 мг назначаем только тем, у кого имеет место быть печемочная недостаточность. Титрация дозы не требуется. И самое важное, назначая фарсигу, мы о чем должны помнить, что датоглиплодин – жизнеспасающий препарат для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью, с низкой фракцией выброса, еще раз подчеркну, который не требует титрации дозы и имеет удобный режим дозирования. Данный препарат представлен как в кардиологических, так и в эндокринологических, еще раз подчеркну, актуальных клинических рекомендациях алгоритма. И алгоритмы специализированные медицинской помощи для пациентов с сахарным диабетом – 10 выпуск, к тому не исключение. И если перед нами, еще раз подчеркну, пациент с диабетом из ХСН, выбор прежде всего за глиплодинами, не говоря о том, что глиплодин, вообще-то, еще раз тоже хочу подчеркнуть, препараты первой линии, при любой ситуации, которая может иметь место быть у пациента с сахарным диабетом, но, конечно же, важно помнить о том, что мы работаем по инструкции и помним ограничения для глиплодинов по скорости клубочковой фильтрации. Да, глиплодины ассоциированы со снижением веса, да, они не ассоциированы с гипогликемией, еще раз хочу подчеркнуть, поэтому, уважаемые коллеги терапевты, врачи общей практики, кардиологи, шире используйте, пожалуйста, глиплодины, учитывая их доказательную базу. Еще раз хочу сказать, если у пациента есть ХСН и низкая фракция выброса с диабетом именно глиплодинный выбор, а если нет ХСН у пациента с диабетом, то все равно глиплодинный выбор, уважаемые коллеги. И что еще важно помнить, если особенно вы ведете пациента с диабетом и хронической сердечной недостаточностью, если пациент имеет целевой глиплодинный, но еще пока не получает глиплодин, нужно заменить тот сахароснижащий, который он получает, и на котором имеется ли вы глиплодинный, на глиплодин. Почему? Потому что это болезнь модифицированная терапия, потому что это терапия, которая влияет на качество, на продолжительность жизни, на прогноз. А если наш с вами пациент не имеет целевого глиплодинного, имеет диабет, то, конечно, глиплодин нужно добавить. И самая важная проблема, с которой мы столкнулись в 21 веке, знаем многое, имеет прекрасную доказательную базу по многим препаратам, это всемирная клиническая инертность. И вот эта клиническая инертность, конечно, ее нельзя объяснить с COVID-19, она прежде всего объясняется тем, что тут стереотипы еще имеют место быть. И вот исходя из этих стереотипов или из какой-то такой преработанной своей клинической практики, мы вот и назначаем препарат. И не хочу обидеть кардиологов. Кардиологи, к сожалению, очень редко во всем мире назначают глиплодинный агонисты ДПП-1 по сравнению с эндокринологами, с врачами общей практики. Уважаемые коллеги, нужно активизироваться, нужно помнить доказательную базу, нужно, конечно, владеть международными отечественными рекомендациями и шире использовать те современные жизни, спасающие и болезни, медицирующие препараты. И дабы мотивировать еще раз кардиологов, хочу вам представить консенсационный документ американской коллегии кардиологов. Кардиологи должны действовать более активно, играя ключевую роль в профилактике лечения сердечно-сосудистых заболеваний как у пациентов с диабетом, так и у пациентов без диабета. И очень важно, уважаемые коллеги-кардиологи, помнить о том, что масса кардиальных положительных эффектов углеклодинов и метаболических, и сосудистых, и гемодинамических, и почечных, то есть вот такой универсальный класс препаратов, который опять же ассоциирован прежде всего с улучшением сердечно-сосудистого прогноза. И в том числе мне хотелось бы подчеркнуть кардиологам. Вот о чем еще важно помнить, что дабы глифлодин, в частности фарсига, очень эффективный препарат при фибрилляции претербий у наших с вами пациентов. И что было показано, что частота встречами с фибрилляции претербий снижается на 21%, это тоже очень важные данные. Ну и прежде всего, кратко хочу напомнить доказательную базу дабы глифлодина, да, именно почему дабы глифлодин нашел такое широкое применение во всем мире на сегодняшний день по показаниям сердечной недостаточности низкой фракции выброса, независимо от наличия диабета и вошел в международные клинические рекомендации. Именно вот такой визитной карточкой такой доказательной базы дабы глифлодина, когда мы обсуждаем данную проблему, является исследование ДАПО-ЛИЧЕВ. Это исследование, которое было проведено с целью изучения эффекта дабы глифлодина, отношения частоты осложнений и смертности у пациентов с сердечной недостаточностью и низкой фракцией выброса левого желудочка. Уважаемые коллеги, учитывая регион, не буду долго и подробно останавливаться на деталях данного исследования, но что хочу подчеркнуть, практически 5000 пациентов, фракция выброса левого желудочка менее 40. Опять же, два рукава терапии, одни получали стандартную терапию, другие в дополнение к стандартной ДАПО-Глифлодин в дозе 10 мг. И, уважаемые коллеги, совершенно потрясающие данные мы получили по результатам исследований ДАПО-ЛИЧЕВ. ДАПО-Глифлодин статистически значительно снижал риск событий первичной конечной точки, а именно сердечно-сосудистой смерти, либо госпитализации, либо обращения за неотложной помощью по причине сердечной недостаточности, насколько, уважаемые коллеги, на 26%, и что крайне важно, независимо от наличия сахарного диабета. ДАПО-Глифлодин статистически значительно снижал риск событий ухудшения течения сердечной недостаточности, насколько, на 30%, и опять же, независимо от наличия сахарного диабета, значимо снижал риск сердечно-сосудистой смерти, на 18%, и опять же, независимо от наличия сахарного диабета, уважаемые коллеги. ДАПО-Глифлодин статистически значительно снижал риск общего числа госпитализации по поводу сердечной недостаточности и сердечно-сосудистых смертей, на 25%, и опять же, независимо от наличия диабета, и снижения смерти, от всех причин, уважаемые коллеги, на 17%. И что немаловажно, о чем я уже сегодня говорила, именно низкое качество жизни, да, имеет место быть у пациентов сердечной недостаточностью. Так вот, назначение ДАПО-Глифлодина к четвертому месяцу лечения, да, дает значимое улучшение качества жизни у тех пациентов, которые включались в исследование ДАПО-ИЧЕФ. Общий вывод по исследованию ДАПО-ИЧЕФ, включая субанализы, да, что вот эти вот потрясающие, да, эффекты ДАПО-Глифлодина, они не зависят от фоновой терапии, они не зависят от функции почек, от возраста, от симптоматики, от содержания мозгового натриуретического кептида, от цифро-систолического артериального давления. Очень много публикаций на сегодняшний день международных, очень авторитетнейших изданий по эффективности и безопасности фарсиги у пациентов с сердечной недостаточностью независимо от возраста, независимо от уровня натриуретического кептида и 13 июля 2020 года в нашей стране была изменена инструкция фарсиги. Конечно, на сегодняшний день у нас более позднее обновление для нас актуально, но именно с 13 июля 2020 года, уважаемые коллеги, появилось показание фарсиги сердечной недостаточностью сниженной фракцией выбросов взрослых пациентов для снижения риска сердечно-сосудистой смерти и госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Поэтому смело должны назначать уже как полтора года и важно о чем помнить, что откладывайте на инициацию, основанную на доказательствах мультилекарственной терапии сердечной недостаточностью сниженной фракцией выброса, все это неоправдано, все это сродни преступления, да, почему? Потому что мы обрекаем пациентов на плохой прогноз. И в заключение еще раз хочу подчеркнуть, препарат Фарсига имеет очень мощную доказательную базу как у пациентов с диабетом, так у пациентов без диабета с сердечной недостаточностью с ХБП. И вот это вот пияда, да, блестящих исследований рандомизированных, плацебо-контролированных, где Фарсига доказала все свои преимущества, это исследование, конечно, Деклея, это исследование ДАП и ЧЕП, исследование ДАП и СИКИДИ. И, уважаемые коллеги, актуальные версии для Фарсига от 1 октября 2021 года, и важно о чем помнить, появилось новое показание. На сегодняшний день наши коллеги-терапевты, врачи общей практики, нефрологи имеют право назначать данный препарат пациентам с ХБП, независимо от наличия диабета, для замедления прогрессирования ХБП. И вот они, актуальные показания. Сахарный диабет, понятно, для улучшения компенсации углеводного обмена, для улучшения прогноза, хроническая сердечная недостаточность, независимо от диабета, самостоятельные показания, но, конечно же, на сегодняшний день пока только со сниженной фракцией выбраться и хроническая болезнь почек. Но в заключении еще раз хочу подчеркнуть, важна при назначении любого препарата нам с вами эффективность, но важна и безопасность, разрешенная скорость клубочковой фильтрации на сегодняшний день, если пациент уже получает препарат, то, по сути, это до 15 мл в минуту, но если мы хотим назначить пациенту с диабетом инициировать терапию, не нужно по показанию лечения диабета инициировать, когда скорость клубочковой фильтрации менее 45, а вот если мы назначаем пациентом с ХБП и сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса, то, по сути, до 25, вот эта вот скорость клубочковой фильтрации является разрешенной. Ну и в заключении еще раз хочу подчеркнуть, да, паблифлозин снижал риск сердечно-сосудистой смерти и ухудшение течения сердечной недостаточности, снижал именно, да, ухудшение, снижал количество госпитализации пациентов с сердечной недостаточностью, независимо от исходных характеристик, об этом важно помнить. И, конечно, уважаемые коллеги, я в заключении еще раз хочу подчеркнуть, наша с вами задача идти в ногу со временем, помнить о международных рекомендациях, помнить об отечественных, конечно, вовремя их обновлять и назначать нашим с вами пациентам жизнь, спасающую, да, и болезнодифицирующую терапию, которая в том числе и ассоциирована с более высоким качеством жизни. Благодарю за внимание. Ну, тогда с вашего позволения немножко давайте поговорим о хирургических подходах в лечении с пациентом с сердечной недостаточностью, поскольку эта группа пациентов интересует в том числе и аритмологов. А как листать, вот скажите, пожалуйста. Спасибо. Ну, про актуальность лечения сердечной недостаточностью сегодня уже говорилось, я не буду на этом останавливаться. О том, что длительность комплекса КУРС существенно влияет на выживаемость пациентов, мы узнали в конце 90-х годов из-за следования ВЕСТ достаточно широко распространены нарушения внутрижелудочковой проводимости среди больных с сердечной недостаточностью среди всех пациентов. Это 15% пациентов. А если взять пациентов 3-4-го функционального класса, то это пациенты более 30% имеют различные нарушения проводимости внутрижелудочковой. Мы, конечно, говорим в первую очередь облакаде левой ножки. Бывают и, в общем-то, паттерны комплекса КУРС иные, которые отражают замедление проведения по системе правой ножки или внутрижелудочковой какие-то нарушения. Но в лечении, в определении тактики мы все-таки ориентируемся на длительность комплекса КУРС. достаточно простой метод, позволяющий проводить и скрининг, и определять все показания современной рекомендации. Они базируются именно на этом показателе. Конечно, есть более точные индикаторы нарушения синхронизации. Это, в первую очередь, эхокардиографические методы, различные методы визуализации. Но длительность комплекса КУРС остается преимущественно используемым в силу своей простоты. Стандартная техника имплантации ресинхронизирующего устройства подразумевает трехэлектродную систему. Правые электроды обычные для всех системы ритмовождения. И через ветви коронанного синуса мы проводим электрод для стимуляции боковой и заднебоковой стенки левого желудочка. Есть ряд преимуществ этой стандартной техники. Достаточно отработанная за 20 лет методика процедуры решены большинство проблем с инструментом для преодоления анатомических каких-то особенностей у пациента, которые часто встречаются. Это малоинвазивность. Достаточно быстро можно больного выписать. После этой операции нет необходимости назначать антикоагулянтов, если нет других показаний. Но в то же время есть ряд недостатков. Все-таки, несмотря на совершенство техники, до 10-15% случаев мы не можем поставить левожелудочковый электрод, в первую очередь это, конечно, анатомические какие-то особенности, отсутствие целевых вен, высокий порог стимуляции, стимуляция диафрагмального нерва, все это может сделать невозможную имплантацию стандартного левожелудочкового электрода. Достаточно часто встречаются дислокации левожелудочкового электрода, но есть особенность, мы знаем, что эпикардиальная стимуляция, а стимуляция извин сердца, она именно эпикардиальная, менее физиологична, чем эндокардиальная. После успешной имплантации даже значительная часть пациентов до 30% могут оказаться нереспондерами, то есть не дать того эффекта, который мы ждем от имплантации этого устройства. Насколько будет успешна имплантация кардиоресинхронизирующего устройства для пациента, остается подчас вопросом до операции определять, это будут наличие анатомических условий, физиологичность стимуляции и, конечно, состояние миокарда каждого конкретного пациента. Тем не менее, метод ресинхронизирующей терапии вошел во все стандарты лечения хронической сердечной недостаточности благодаря хорошо изученным клиническим эффектам, которые дает этот вид электротерапии. Это снижение функционального класса сердечной недостаточности, повышение толерантности к физической нагрузке, улучшение качества жизни, уменьшение частоты повторной госпитализации и улучшение прогноза больных хронической сердечной недостаточностью. Это рекомендации Всероссийского научного общества аритмологов. Видите, уровень класса показаний для использования ресинхронизирующей терапии это первый в отдельных нетипичных паттернах изменений проводимости это второй А-класс, но тем не менее достаточно высокий уровень показаний и достаточно хорошо изученный уровень доказательности высокий. Дата слайд один пропал. Причинами нарушения функционирования системы кардиосинхронизирующего могут быть различные причины это в общем-то и не совсем оптимальная терапия медикаментозная достаточно часто анемия у больных сердечной недостаточности не дает ответить пациентам на этот вид терапии но наиболее частой причиной является тахикардия у больных сердечной недостаточностью Как вы понимаете, все виды нарушения ритма сопутствуют с лечной недостаточности и могут встретиться у каждого конкретного пациента, но фибрилляции предсердия, наверное, наиболее часто из них. Про катетерную аблацию фибрилляции предсердия мы хорошо знаем, что она имеет существенные преимущества по сравнению с антиритмической терапией в группе здоровых пациентов, но тем не менее не даёт какого-то влияния на общую выживаемость. Уверенность в этом у нас была до проведения исследований КАСТ-ВФ, который подтвердил то, что нагрузка фибрилляции предсердия в больных с сердечной недостаточностью после катетерной аблации существенно снижается. Но также было отмечено, что достоверно увеличивается фракция выброса, причём, вы видите, наиболее значимо в сроке 12 месяцев, не 60, это 5 лет. Эффект на фракцию достаточно очевиден и значим. Также катетерная аблация фибрилляции предсердия в больных с сердечной недостаточностью показала снижение достоверное количества смерти и госпитализации за счёт ухудшения сердечной недостаточности, смерти от всех причин, смерти от любых кардиоваскулярных событий. И на сегодняшний день катетерная аблация фибрилляции предсердия в случае наличия такой аритмии у пациента включена в стандарты рекомендации современные по лечению сердечной недостаточности, класс 2А. Это также достаточно высокий класс. И процедура такая, конечно, и стратегия контроля ритма, она должна применяться у больных с сердечной недостаточностью. Желудочковые экстрасистолии также частый спутник больных с сердечной недостаточностью. Но я приведу один пример. Это мета-анализ 2014 года, который объединил 15 исследований. Всего 712 пациентов было в этих исследованиях. До 24% сокращений сердца у этих больных были желудочковые экстрасистолии. Отдалённая эффективность катетерной аблации составила от 66 до 90%. Не было отмечено влияние расположения очага желудочковой экстрасистолии на эффект процедуры. Но, тем не менее, было показано, что в увеличении фракции выброса у больных в случае катетерной аблации составило 12%. И отмечалось обратное ремоделирование, уменьшение конечного диасторического размера левого желудочка на 5 мм. Важным моментом, определяющим эффект, является положение электрода для стимуляции левого желудочка. Различные разрабатываются альтернативные доступы. Методы прямой стимуляции проводящей системы сердца. Следует отметить, что сейчас есть возможность математического моделирования эффекта отрисинхронизирующей терапии в зависимости от положения электрода у каждого конкретного пациента. И возможности этого метода будут существенно увеличены. В случае создания модели механического сокращения желудочков при кардиорисинхронизирующей терапии интересное перспективное направление, которое может позволить определить целевую зону стимуляции для того, чтобы достичь оптимальный и максимальный эффект отрисинхронизирующей терапии. В силу сложностей анатомических и прочих, о которых я уже говорил, разрабатываются также альтернативные способы имплантации левого желудочка у электрода. К ним можно отнести хирургический метод. Это метод миниторакотомии, торакоскопический, роботоассистируемая хирургия. То есть это когда выполняется хирургический доступ к сердцу, к кардиальной поверхности сердца, либо пришивается, либо вкручивается электрод для стимуляции сердца. Есть закрытые методики. Это трансцептальные имплантации. Можно провести электрод через пункцию межпредсердной перегородки, либо через пункцию межжелудочковой перегородки. Также есть и используется метод трансапикальной пункции. Недостатком этих методов является то, что больные пожизненно обречены принимать антикоргулянты только в силу наличия инородного тела в полости левого желудочка. Но мы приобретаем те плюсы эндокардиальной стимуляции, возможность расположения электрода практически в любой части левого желудочка, то есть в зоне целевой, в которой совершенно не обязательно окажется вена для трансминозной имплантации. Вот примеры введения электрода. Пунктируется межпредсердная перегородка через метральный клапан. Электрод проводится в левый желудочек и имплантируется в целевую зону. Дополнительным недостатком этого подхода является возможная дисфункция метрального клапана, через который проводится электрод для стимуляции левого желудочка. Поэтому мы в своей клинике используем метод пункции межжелудочковой перегородки. Это достаточно безопасно. Не требует какого-то дополнительного контроля визуализации, кроме рентгенографического, рентгеноскопического. И такой метод, такой подход, он может быть альтернативой в случае невозможности имплантации стандартной системы кардио-ресинхронизации, либо её неэффективности. Ну вот так выполняется эта процедура. Можно проконтрастировать корональный синус для дополнительных ориентиров анатомических. Стандартная иголка для пункционной проводится через подключичную вену. И в данном случае мы использовали трансторакальную эхографию для контроля за пункцией. Но потом уже убедились в том, что нет необходимости в этом. Так выполняется пункция. И вот электрод проведён в целевую зону эндокардиальной поверхности левого желудочка. Другой подход, который позволяет также выполнять стимуляцию целевых зон сердца, это так называемый VICE-CRT. Эта технология была разработана для устранения имеющихся ограничений существующих систем и в силу того, что также может быть имплантирована в целевую зону, индивидуально выявленного у каждого пациента. Устройство беспроводное имплантируется при помощи специальной доставочной системы, имплантируется в эндокарт левого желудочка и через радиосвязь связывается с устройством, которое координирует работу, выполняет рессинхронизирующую терапию у данного пациента. В то же время нужно не забывать, что наше сердце имеет уникальную систему электрическую, которая имеет очень большую скорость проведения. И использовать возможности, проводящие системы сердца, для более эффективной рессинхронизации, также одна из задач. И известен хорошо метод стимуляции пучка ГИСа, когда электрод имплантируется непосредственно в область пучка ГИСа. Стимуляция его, как вы видите, приводит к комплексу ПРС, то есть в таком же, как спонтанный, то есть проведение идет по собственной системе ГИСа по КИЕ. И достаточно узкий комплекс, он подразумевает эффективную синхронность, рессинхронизацию, сокращение левого желудочка. Это подтверждается данными электрофизиологического кортирования поверхностного. Вы видите, что если стандартная бивентикулярная стимуляция все-таки дает зону наиболее раннего возбуждения в местах расположения электродов для стимуляции, имплантация электрода в пучок ГИСа дает наиболее одновременное сокращение всех отделов правого и левого желудочка. Такой показатель, как время активации левого желудочка, он является оптимальным в случае, если имплантируется система для синхронизации, которая включает в себя стандартный левый желудочковый электрод, электрод в пучке ГИСа. Видно, это наиболее эффективная ресинхронизация. Но есть определенные сложности со стимуляцией пучка ГИСа. Метод, к сожалению, достаточно сложно выполнимый. Операции достаточно длительные, требуют кортирования, поиска оптимальной точки, специального инструментария. Довольно часто встречаются высокие пороги стимуляции, которые неприемлемы для длительной работы системы. Возможно, дислокации электрода. Поэтому сейчас интернативой для стимуляции пучка ГИСа является стимуляция левой ножки пучка ГИСа. Существенно более простая процедура. Прямой захват левой ножки пучка ГИСа позволяет имплантации электрода осуществлять. Техника достаточно проста при наличии специальных систем доставок. Стабильные низкие пороги при длительном наблюдении. И после имплантации мы наблюдаем длительность комплекса КОРС типа блокады правой ножки с длительностью до 120 миллисекунд. И сейчас эта процедура претендует на альтернативную точку при использовании как в лечении брадиаритмии, так и в кардиоресинхронизирующей терапии. Но простота выполнения, может быть, покажет такой слайд. Это слайд наших коллег польских, которые много занимаются стимуляцией проводящей системы сердца. Электрод по мере вкручивания, по мере пенетрации в межжелудочку и перегородку и перехода на левую сторону. Видно, как меняется морфология комплекса КОРС с блокадой левой ножки на блокаду правой. То есть захват левой ножки, вот мы видим, дает типичную картину и достаточно узкий комплекс. Даже такой стимуляции достаточно для выполнения или синхронизации всего желудочка. Максимальный эффект достигается при использовании комбинированных устройств. Это, как я уже говорил, для стимуляции ручка ГИСа, стандартный левый желудочковый электрод, электрод для стимуляции проводящей системы сердца. Еще одна технология, которая сейчас используется в имплантированных устройствах, это так называемая ДИХ-технология, которая подразумевает наличие контактов предсердных на электроде для дефибрирующих, позволяет не использовать предсердный электрод, уменьшить количество имплантированных электродов. Также это может использоваться и в устройствах для ресинхронизирующей терапии. Единственным ограничением является необходимость предсердной стимуляции у пациента. Во всех остальных случаях, либо при сохранном синусовом ритме, либо при фибрилляции предсердий, эта система позволяет избежать имплантации дополнительного электрода, связанным с ним возможным проблем в будущем. Электрод позволяет регистрировать предсердные потенциалы при помощи диполя размещенного в проекции правого предсердия. Есть несколько типоразмеров, которые позволяют выбрать электрод под каждого конкретного пациента. Ну и подключается устройство, которое уже функционирует вот на такой ограниченной электродной системе в полном функциональном объеме. Возможность использования этой технологии, конечно, требует значительного усиления регистрируемого сигнала. Технически этот вопрос решен, и устройства для такой технологии, они разработаны, используются в клинике. И, как вы видите, никаких, так скажем, особых ограничений в полноценности системы двухэлектродным, кроме предсердной стимуляции, мы не видим. И результаты исследования не показывают каких-то достоверных различий в клинической эффективности между стандартной трехкамерной кальдиосинхронизирующей системой и системой двухэлектродной DX. Таким образом, если говорить о технологиях, о новых подходах, конечно, их достаточно много, но всё-таки остаётся большое количество вопросов, которые требуют решения и технического, и технологического, но и также медицинские подходы требуют совершенствования, и, конечно, потребуют от нас много усилий. Но, наверное, мы сообща это преодолеем, насколько сможем. Спасибо за внимание. Приезжайте к нам в гости. Мы проводим тоже много мероприятий. Рады гостям и делиться опытом. И желаю вам успешного продолжения Конгресса и всего хорошего. Спасибо за внимание. С вашим удовольствием я поставлю педагогу. Продолжение следует... Сейчас предоставляем слово господину Сергею Семеновичу Дурманову, который расскажет нам о своевременном выявлении признаков дикой. Инициацию пациентов с речью недостаточно на основе нового предиктора железоследования серийной ЧАФ. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я так понимаю, что мы уже выбиваемся из графики, поэтому я без прелюдий перейду к своему выступлению. Оно посвящено недавно опубликованному исследованию серийной ЧАФ и посвящу некоторые наши подходы к работе в системе удаленного мониторинга. Чтобы не повторяться и сократить время, я также пропускаю эти слайды, которые Марина Юрьевна осветила, почему-то не повторяются. Среди пациентов с речью недостаточности существует очень большая популяция пациентов, в котором были имплантированы сердечные устройства. Эти устройства, кроме того, что лечат брадиаритмию или тахиаритмию, они позволяют также собирать большое количество информации о состоянии сердца пациента. И эта информация становится доступной, когда пациент приходит на прием к врачу и проводится в полуах устройства. В 2000 году впервые была зарегистрирована система удаленного мониторинга компании «Биатроник». То есть эти данные передавались удаленно, без посещения пациентам в клинике. В 2013 году появился раздел в европейских рекомендациях, посвященный удаленному мониторингу. Как этот раздел выглядит сейчас? Система удаленного мониторинга следует рассматривать как средства ранимой детекции клинических и технических проблем. Второй класс, первый уровень. Концепция телемониторинга. Что такое телемониторинг? Представляете себе пациента с имплантантом и передатчик, за счет которой эта информация поступает через сотовую связь в центр мониторинга, где обрабатывается, и дальше следует лечащий врач, который анализирует эту информацию. Главный принцип – это полностью мобильная система, позволяет немедленно обнаружить изменения в статусе пациента. Полностью автоматическая система, не требует участия пациента, но за исключением смены батареек в передатчике. И возможность передачи эндограмм для оценки эпизодов каких-то нарушений ритма. Существует два основных режима передачи. Это плановый непрерывный мониторинг, когда информация поступает в центр обработки, и нет необходимости, если там все нормально, участие врача. И есть дополнительные или экстренные передачи, когда происходит такое-то событие, например, шок, и информация экстренно передается в центре, и тут же поставлены в известность лечащих врач, и рекомендации по какому-то действию с этим пациентом. До этого в 2013 году было исследование Интайм по оценке эффективности удаленного наблюдения пациента в сердечной недостаточности, выполненное доктором Финдриксом, и показалось, что в группе пациентов, в которых был активизирован хоум-мониторинг, смертность снизилась больше, чем на половину, а точнее на 61%, чем в контрольной группе пациентов, в которых удаленный мониторинг не был активирован. Именно после этого появился раздел европейских рекомендаций к изучению удаленного мониторинга. Причем у этих пациентов смерть снижалась как от всех причин, так и от сердечно-сосудистых причин. Но за счет того, что эти пациенты раньше попадали на прием к врачу, и те проблемы, которые у них возникают, они разрешались по времени значительно раньше. Теперь перейдем к исследованию Селина Чеф, которая была клонной европейской в этом году. Исследование было многоцентровое, проспективное, 34 центра, почти 1000 пациентов с имплантированными кардио-верхими дефибрилляторами. Особенность в том, что эти дефибрилляторы позволяли анализировать и предсветный ритм. Это больные с низким, с вторым третим профессиональным классом и с нижней фракцией выброса. Но цель этого исследования разработать алгоритмы прогнозирования госпитализации по причине декомпенсации сердечно-недостаточной основы семи параметров удаленного мониторинга, а также стратификации базового риска, который оценился по СЕЭТОСКОЙ шкале. СЕЭТОСКОЙ шкала рассчитана для оценки приблизительной продолжительности жизни пациентов с хронической сердечной недостаточностью. И первичная и конечная точка – это госпитализация, связанная с хронической сердечной недостаточностью. Какие параметры анализировались с устройств, которые были имплантированы пациентам? Анализировал средний ЧСС, средняя частота сердечных сокращений в покое, средние желудочные стрессистолы, процент предсердных нарушений ритма засудки, или бюрдинг, вариабельность сердечного ритма, активность пациента и трансферокальная импеданция. Результаты этого исследования. Чувствительность этого алгоритма составила 65,5%, среднее значение по заблаговременному предсказанию и уведомлению – 42 дня, и частота ошибочных в уведомлении – 0,7. Что это значит? Давайте разберемся. 66% чувствительность организма, то есть алгоритма, то есть две госпитализации из трех были предсказаны этим алгоритмом. Что значит 42-дневный срок оповещения? То есть алгоритм срабатывал за 42 дня до госпитализации этого пациента по поводу компенсации ХСН. То есть имелся период в полтора месяца, когда можно ориентироваться на этот алгоритм, можно было бы в первую очередь скоррегировать терапию хронической сердечной недостаточности и избежать вот этой госпитализации. Известно, что до компенсации, конечно, она значительно влияет на прогноз пациентов с ХСН. Чем меньше обострений, тем дольше живет пациент, тем лучше прогноз. Здесь минимальное количество ложных предупреждений. Ну вот давайте разберемся, ложные предупреждения хорошо или плохо, да? По крайней мере для пациента я думаю, что это хорошо, потому что, ну да, вызвали пациента, скоррегировали ХСН, ну это только будет иммунопольза. Конечно, это большая нагрузка, наверное, на здравоохранение, но для больного это точно не хуже. Ну вот клинический пример. Вот семь алгоритмов, которые, семь параметров, которые считываются удаленным мониторингом и анализировались, но тут и средний ЧСС, и ночная ЧСС, вариабельность, нагрузка. Трансторокальный импеданс, а это вот как раз алгоритм, который оценивался в исследовании. И если рассматривать каждый параметр отдельно, то достаточно сложно сказать. Я бы сказал, что вот здесь вот начинается где-то эта компенсация в пациент, когда трансторокальный импеданс падает, знаете, там накапливается жидкость, когда увеличивается количество желудочных экстрасистов, растет ЧСС и ночью, и днем. Однако алгоритм анализа вот этих семи параметров срабатывал за 42 дня по отношению к визуальному, если к визуальной оценке, это где-то за 10 дней. И что говорит публикация? Что наш алгоритм генерировал оповещение в среднем за 42-61 день до события, требующих дизитализации, и тем самым это предоставляло достаточно времени для лечащего врача принять какое-то решение для того, чтобы пациент не попал в стационар. Ну да, хороший алгоритм, он доступен в Европе, мы надеемся, что он в скором времени будет доступен в России, при этом он не требует каких-то дополнительных затрат, это исключительно аппаратные решения математические, то есть все эти данные и так передаются в системе удаленного мониторинга, ну, надеюсь, что это будет достаточно скоро. Но чтобы было так хорошо, если бы, вот переходим к нашей сегодняшней действительности, вот мы получили оповещение, то, что у пациента через полтора месяца предполагается декомпенсация СРН под данным удаленного мониторинга. Что с этим пациентом делать? Наша клиника является федеральным медицинским учреждением, и мы оперируем пациентов с различных регионов. Вот регионы проживания пациентов с удаленным мониторингом, которые прооперируются у нас, и всего местных жителей или жителей Тензенской области меньше одной трети. Остальные, но это в основном близлежащие регионы к Тензенской области, вот такое количество пациентов. Вот что с этим пациентом делать? У нас есть контакт с пациентом, мы можем его, ну, врач или медицинская сестра, может ему позвонить, ну, и сказать, что да, вот, здравствуйте, и у вас через месяц будет обострение хронической сердечной недостаточности. Вам надо обратиться к кардиологу, к терапевту, там, к участковому врачу, к семейному врачу, не знаю. Ну, пациент пойдет в поликлинику, да, что уже непросто сейчас, когда кругом ковид бушует, и что он скажет, что вот мне позвонили и сказали, что у меня вот сейчас скоро произойдет обострение, с этим что-то надо делать, да. Ну, я предвижу реакцию врача. Вот. Ну, мы столкнулись с этой ситуацией еще раньше, вот что делать с пациентом. Вот с 13-го года у нас все устройства, которые имплантировались, устройства кардиовертора и дефибриллятора, все оказывались в системе удаленного мониторинга, где у нас образовался такой пул, около тысячи пациентов, да, и когда пошла эта информация, мы загребнулись в эту информацию, у нас родилась такая идея, коль местных жителей мы в любом случае будем принимать, а есть такие регионы, во всех регионах производят имплантацию устройств, но не всегда это дефибриллятор, но, по крайней мере, программаторы всех ведущих производителей, они присутствуют во всех регионах. Есть подготовленные специалисты, которые замечательно проводят фуллап и, как бы, отправляют пациента, например, из Самары, из Саратова, из Тамбова, например, в Пензу. Ну, не совсем, наверное, правильно. Это раз, это накладно для пациента, с другой стороны, часть, мы планировали снять с себя нагрузку за счет вот перераспределения потоков этих пациентов. Ну, мы придумали такую, как это назвать, систему сателлитных клиник, что это такое, независимые друг от друга виртуальные филиалы центральной клиники. То есть специалисты сателлитных клиник получают доступ к базе данных, но могут лишь просматривать запись пациентов, при этом они не могут изменять или удалять эту информацию. Ну, что для этого надо было? Для этого надо было договориться с регионами, откуда у нас пациенты. Вот здесь Пенза находится, но многие не знают, где это. Москва где-то вот здесь. И мы нашли понимание вот в ряде регионов, в Тамбове, в Саратове, в Самаре, в Ульяновске, в Баяшкар-Але. И здесь организовали вот эти сателлитные клиники. То есть пациент после имплантации устройства данные на него передавались в клинику, и информация приходила как в имплантирующий центр, так и в сателлитную клинику. И врач, который находился на месте, он мог видеть эту информацию и принимать решение. И больной был как бы ближе к врачу и к медицинской помощи. Отработали определенный алгоритм реакции, например, на экстренную передачу. Мы видим, когда произошло, к примеру, срабатывание кардиовертора-дефибриллятора. Сюда же можно отнести, например, активизацию вот этого алгоритма по раннему выявлению до компенсации информации поступает как в сателлитную клинику, так и в центр. При этом врач в сателлитной клинике видит эту информацию, связывает с пациентом, акцент находится намного ближе к сателлитной клинике, нежели к компонтирующему центру, обсуждает эту ситуацию и дает какие-то рекомендации либо вызывает этого пациента к себе. Если что-то непонятно, то происходит связь с имплантирующим центром и решаются вопросы дальше. Вот если в сателлитной клинике решаются вопросы перепрограммирования устройств, изменения веки и дозной терапии, дополнительного акцента, конечно, намного проще сделать по месту жительства пациента, нежели, например, здесь у нас вот в Пензе. И больной переводится только в том случае, если появляется какие-то хирургические проблемы, ну, не знаю, там проблемы с элифродами и так далее. Опять же, вроде бы, все хорошо и система работает, но, опять, с 16-го года проверка имплантированных устройств, она есть в системе УМС и это оплачивается для клиники, да. А вот удаленный мониторинг и заочные консультации в системе УМС законодательно закреплены и это только держатся на энтузиазме врачей, которые занимаются удаленным мониторингом, за что им огромное спасибо. Ну, и спасибо за внимание, надеюсь, я уложился. Спасибо, Сергей Семенович, ну, ладно. Спасибо вам большое за эту замечательную лекцию, презентацию. Если у нас появится время, может быть, мы еще обсудим ее очень позже, и последний докладчик у нас доктор Игорь Витальевич Жиров, который расскажет нам про проблемы острой и сердечной недостаточности в 2021 году. Доктор Жиров, слово. Да, глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, огромное спасибо за приглашение на столь почетную конференцию. У нас не так, к сожалению, много времени, и поэтому, когда мы будем говорить об острой сердечной недостаточности 2021 года, я позволю себе сфокусироваться на тех изменениях, которые произошли в отношении данной терминологии, и эти изменения зафиксированы в рекомендациях по ведению больных с острой и хронической сердечной недостаточностью, которые вышли 30 августа этого года Европейским обществом кардиологов. У меня нет конфликта интересов в данной презентации, и, соответственно, вот из всех трех уважаемых экспертных документов, опять же, к сожалению, из-за лимиты времени, мы с вами сосредоточимся, наверное, на наиболее свежем. Это те рекомендации, которые впервые были выпущены не в виде, ну вот, классической отдельной статьи и, соответственно, каких-то интернет-приложений, а, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что вот так называемые дополнительные данные, они также выпущены в рамках отдельной статьи, что говорит о том, что сведений, касающихся сердечно-недостаточности, очень много, ну и давайте мы перейдем, собственно, к нашей проблеме. что, наверное, одно из основных, по мнению наших, соответственно, коллег, это то, что предложен некий демпфер между пациентами с хронической и острой сердечной недостаточностью. Ну, действительно, наблюдалось очень серьезное, в общем-то, различие даже в терминологии между больных, кто является стабильным на фоне проводимой терапии, ну и те пациенты, у кого развилась, соответственно, острая сердечная недостаточность. Ну и нашими коллегами был предложен термин, который даже пока еще не имеет однозначного перевода на русский язык, advanced head failure. Ну вот, я взял на себя смелость представить его как выраженная сердечная недостаточность. Что это такое? Это то состояние, которое, ну, в общем-то, развивается у пациентов с длительно текущей сердечной недостаточностью и выраженность клинической терминологии, вернее, извините, клинической симптоматики у них такова, что этим пациентам требуется проведение специфического лечения, достаточно агрессивного, в соответствующих условиях. Но, наверное, ведущим, что явилось причиной вот формирования данного термина и, соответственно, его внедрение в клинические рекомендации является вот здесь внизу правый нижний угол палиативная помощь. Мы знаем, что в конце прошлого года, опять же, Европейское общество кардиологов представило согласительный документ по оказанию палиативной помощи больным сердечно-недостаточностью, ну и впервые нам была представлена концепция о том, что больные вот с выраженной сердечной недостаточностью, у кого есть более трех обращений за медицинской помощью в течение года, это те пациенты, которым целесообразно, ну, в общем-то, не дальнейшая госпитализация с диагнозом острой сердечной недостаточности и, соответственно, проведение высокоагрессивного лечения, а именно направление в палиативные центры для организации палиативной помощи. Еще одно достаточно серьезное новое введение, это то, что вслед за нашими федеральными рекомендациями, напомню, что в сентябре 2020 года впервые было показано о том, что для больных сердечно-недостаточностью необходимо создание специализированной службы, трехуровневая структура, ну и вот Европейское общество кардиологов также посчитало целесообразным специально выделить необходимость наличия региональной службы сердечной недостаточности с так называемыми амбулаторными центрами ХСН, ну и прописана определенная последовательность визитов, но опять же, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что большое количество пациентов, у кого ожидаемая продолжительность жизни невелика, опять же, по мнению наших зарубежных коллег, это пациенты для палиативной помощи. Каково определение острой сердечной недостаточности? Ну, в общем-то, ничего сверхъестественного не произошло, каких-то принципиальных изменений нет, под ОСН понимают быстрое или постепенное появление симптомов или признаков, достаточно тяжелое, которое приводит к обращению пациента за срочную медицинскую помощь. Пациенты с ОСН нуждаются в срочном обследовании и последующем начале или усилении уже имеющегося лечения. Ну, что касается эпидемиологии, ну, я думаю, в рамках нашей сегодняшней встречи говорить об этом не стоит, но, наверное, опять же, впервые произошло определенное разграничение между больными с декомпенсацией сердечной недостаточностью и больными с ОСН ДНОВА. Что я имею в виду? У пациентов спервые возникшей сердечной недостаточностью может быть более высокая смертность в стационаре, однако после выписки показатели смертности ниже и частота повторной госпитализации меньше. Соответственно, что нового в алгоритме диагностики больных с ОСН, но здесь мы с вами не видим принципиально никаких изменений, наверное, за одним исключением. Вслед за мозговым натриуретическим пептидом и его НТ-предшественником совершенно самостоятельным лабораторным маркером теперь является и предсердный натриуретический пептид. Обращаю ваше внимание о том, что, в общем-то, в определенной степени произошло небольшое изменение собственно этих порогов и значений, но в частности БНП теперь для диагноза ОСН требуется его концентрация стоя более пикограмм на миллилитр, но в общем-то никаких других принципиальных изменений, как я уже сказал, нет. Старт терапии сердечной недостаточности предложено новое мнемоническое правило ЧАМП-ИТ. Это правило направлено на исключение возможных неотложных состояний, которые привели к формированию ОСН, и поскольку эти состояния требуют специфической терапии, то, соответственно, как можно раньше необходимо эту причину либо исключить, либо наоборот выявить, ну и начать соответствующую терапию. Ну а при прочих равных, как же собственно лечить сердечную недостаточность? Некоторые изменения в классификации, как мы знаем, на протяжении практически 20 лет нам предлагалось 6 вариантов течения ОСН, теперь это количество уменьшилось до 4, и так острая сердечная недостаточность делится теперь на острую декомпенсацию сердечной недостаточности, острый отек легких, изолированную право-желудочковую недостаточность, ну и наконец кардиогенный шок. С моей точки зрения достаточно серьезные изменения произошли касательно тех шкал, которые мы используем для соответственно оценки состояния наших пациентов. Вот та шкала клинических проявлений, сухие влажные, теплые холодные, в общем-то в новой версии рекомендации ее значимость немножко уменьшилась, но обращаю ваше внимание, что по мнению экспертов европейского в общество кардиологов не может быть острой сердечной недостаточности без застоя. Посмотрите, во всех четырех формах наши пациенты влажные, то есть у наших больных есть либо перегрузка объемом, либо перераспределение кровотока, ведущее к появлению симптомов застоя. И в связи с этим, но немножко забегая вперед, опять петлевые диуретики являются препаратами выбора для лечения всех форм острой сердечной недостаточности. Ну, буквально, опять же, два слова предложены алгоритмы ведения, медикаментозного ведения для каждой из этих форм. Ну, опять же, я думаю, что не стоит на этом подробно останавливаться, но, наверное, самое важное изменение, вазодилетаторы опять ушли на второй план. Как мы знаем, начиная с 2008 года, ну, они очень с переменным успехом атаковали петлевые диуретики. В 2016 году вазодилетаторы были поставлены на первое место. Ну, вот, посмотрите, некий опять возврат к истокам петлевые диуретики, препараты выбора для лечения терапии всех вот этих четырех форм острой сердечной недостаточности. Приведены этапы ведения больных с ОСН и, соответственно, цели ведения. Ну, здесь я могу сказать, что вот эксперты РКО, которые писали рекомендации в 2020 году, ну, предвосхитили данную проблему и, соответственно, все цели лечения остросердечной недостаточности, они уже разбиты, в зависимости от места оказания медицинской помощи, в блоке интенсивной терапии, собственно, в линейном отделении, ну, и отдельно перечисленные критерии успешности лечения перед выпиской. Ну, как уже было сказано, диуретики, лечение диуретиками вышло опять на первый план, предложен новый алгоритм назначения диуретической терапии, в качестве основного лабораторного маркера предложено определение натрия в моче, уважаемые коллеги, если это раньше было на уровне каких-то отдельных статей, предположений совета экспертов, то сейчас этот рисунок вошел в имеющиеся рекомендации и, соответственно, определение натрия в моче рекомендовано для всех больных, которые госпитализированы в стационар с острой одышкой. Что нового в плане медикаментозной терапии? Ну, никто, извините за такой жаргон, не смог положить на лопатки фуросимид, некий всплеск опять интереса к акваретикам, препарат первокаптан, грубо говоря, это гипертонический раствор за тысячу долларов, но вот исследование аванти, которое было доложено на Европейском Конгрессе, не показало никаких серьезных улучшений клинического функционального статуса пациентов по сравнению с терапией классическим фуросимидом. Окончательно закрыта клеточная терапия у больных с ОСН, ну, в самом конце 2020 года в Ланцете был опубликован результат исследований DreamHF, применение препарата Рексли Местрацела, а у больных госпитализированы с декомпенсацией сердечной недостаточности, но оказалось, что такая терапия не уменьшает частоту повторной госпитализации по причине УДСН и никак не влияет на более жесткие конечные точки на прогноз наших пациентов. Что нового в рекомендациях для больного перед выпиской? Но первые три строчки остались прежними, появилось четвертое. Выявление дефицита железа для всех пациентов госпитализированных с ОСН и в том случае, уважаемые коллеги, еще раз, не только анемия, а дефицит железа. И в том случае, если этот дефицит железа есть, необходимо провести терапию карбоксимальтоза железа. Почему? На основании данных результата Фермы ЧЕФ, опять же, еще одно исследование, которое было опубликовано в Ланцете, основной результат назначения карбоксимальтоза железа больным, которые госпитализированы по причине острой сердечной недостаточности, ну вот, не смогли исследователи получить достоверного снижения первичной конечной точки, это сердечно-сосудистая смерть и общее количество госпитализации по причине ХСН, но значимо достоверно на 26% уменьшалось количество повторных госпитализаций, при этом количество пациентов, которых надо было пролечить, составило всего-навсего 9 пациентов, ну и соответственно все это явилось причиной для включения вообще необходимости определения дефицита железа и данного вида лекарственной терапии ну соответственно в имеющейся клинические рекомендации уважаемые коллеги опять же недостаток времени это к сожалению основная сложность современного в общем-то общества ну и все основные какие-то итоги какие-то новости остросердечной недостаточности можно сказать что они были сфокусированы вот в этой новой версии европейских рекомендаций на этом мой доклад заканчивается спасибо за внимание спасибо большое у нас не появились вопросы в чате скажите пожалуйста я думаю что у нас возможно будет небольшая дискуссия я хотел бы сделать несколько комментариев доктор Лебедев вы говорили что до 30 процентов пациентов не отвечают на ресинхронизирующую терапию считаете ли вы что новая технология сможет увеличить процент пациентов которые будут отвечать на ресинхронизирующую терапию мы на это надеемся несомненно конечно процент достаточно большой и не только техническими решаются проблемами не только технологическими часто же ведь пациент не отвечает вот из-за той же фибрилляции из-за экстраситарии желудочкой поэтому не только технология самих устройств она должна здесь вот использоваться но и наши клинические аритмологические такие знания и возможности и спасибо доктор дурманов у меня тоже есть вопрос я считаю что ранее ранее обнаружение декомпенсации и удаленный мониторинг является чрезвычайно важной важными аспектами в связи в связи с ковидной ситуацией сейчас очень часто стали измерять насыщение крови кислородом так например в часах Apple Watch такой мониторинг ведется постоянно как вы думаете важно ли такой удаленный мониторинг именно этого параметра на дому насколько распространен такой мониторинг в России да спасибо ну я первый раз слышу что в таком мониторинг был в России ни разу не слышал об этом но измерение сатурации с помощью Apple Watch и у больных с имплантированным устройством наверное та информация которую мы получаем от имплантированного устройства она намного более значима нежели сатурация кислорода тут речь шла определенные когорты пациентов середине достаточно пациентов с имплантированным устройством ну я думаю это направление перспективно насколько продержится COVID я не знаю если еще долго то наверное медаль большое спасибо и профессор у меня к вам тоже есть вопрос исследования Pioneer HF еще раз повторите какое исследование помехи исследование пионер HF применение препарата ARNI показало снижение смертности у пациентов были показаны определенные преимущества при применении ARNI вы можете как-то это прокомментировать в исследовании Pioneer HF было достигнуто снижение комбинированной конечной точки которая состояла из смерти повторной госпитализации фибрилляции желудочков и необходимости пересадки сердца или имплантации какой-то системы вспомогательного кровообращения на 46% при сравнении ARNI и ингибиторов ЭПМ но при анализе этой конечной точки оказалось что вся основная масса снижения вот этих событий было связано за счет уменьшения повторной госпитализации поэтому я не стал бы вот так жестко говорить что ARNI показали снижение смертности по сравнению с ингибиторами ЭПМ да они показали значимое снижение повторных эпизодов ХСМ и если мы возьмем позицию которая зафиксирована практически во всех экспертных заключениях то есть вот те рекомендации которые показывал 20-й год это федеральная рекомендация российского кардиологического общества 21-й год апдейт американского кардиологического колледжа кардиологов и 21-й год европейского общества кардиологов показано что для госпитализированных пациентов как по причине ОДСН так и по причине сердечной достаточности ДНОВА инициация Арни является предпочтительнее чем терапия ангибитерами АПФ но это в общем-то не было достижением 21-го года это уже появилось эти данные гораздо раньше поэтому я не стал фокусироваться именно на этом факте если позволите про мониторинг я могу два слова сказать ну мы специально занимаемся в нашей клинике в нашем подразделении научным изучением различных видов мониторинга не только имплантируемых устройств но и поверхностного удаленного мониторинга могу сказать что в России есть несколько разработок отечественных которые позволяют мониторировать в первую очередь конечно электрокардиограмму достаточно простые в использовании и самое интересное что последние дни мы последние месяцы мы убедились это очень необходима очень нужная опция для наблюдения за больными в условиях инфекционной клиники ковидной либо при наблюдении больных ковидом на дому которым нельзя сделать обычные кардиограммы в силу их изоляции какой-то и если это интересует то через 10 минут будет доклад нашей сотрудницы как раз на этой конференции Светланы Витальны Гаркиной и как раз посвященной именно этому аспекту Большое спасибо очень важно наверное чтобы в условиях России когда между госпитальными центрами такие огромные дистанции необходимо развивать удаленный мониторинг Несомненно Есть ли какие-то комментарии или замечания от наших докладчиков Ну я рад всех был видеть в здравии и здоровье улыбающихся в пятнице во второй половине дня Хотелось бы очно увидеться но к сожалению приходится разговаривать с компьютером мы уже к этому привыкли Ну да но это временно Надеюсь Большое спасибо Спасибо всем хорошего дня До свидания Счастливо Большое спасибо всем вам уважаемые коллеги Счастливо